Перевозчики Казахстана продолжают нести убытки. В частности, на это жалуются перевозчики из Шымкента. Из-за карантинных мер объем сократился в 6 раз. В доковидные времена в автобусах Шымкента ежедневно ездило почти 600 тысяч человек. Сегодня едва доходит до 300 тысяч в день. Из-за карантина 10 из 25 компаний-перевозчиков закрылись. Хотя Акимат Мегаполиса в этом ничего плохого не видит. Там, говорят, остались на плаву самые надежные. Те компании, которые взялись за социально значимые маршруты, получают субсидирование от Акимата. Социально значимых, то есть нерентабельных маршрутов в Шымкенте пока 64. Всего же в Мегаполисе 78 маршрутов. И это, говорят, не предел. Есть такие маршруты, в которых субсидии составляют, например, около 3 миллионов тенге в месяц. Есть такие субсидии, например, маршруты, в которых необходимо субсидировать джеммечерно порядка 20 миллионами тенге. Есть такие. Ну, все в зависимости от, так скажем, подвиженного состава, который обслуживает данный маршрут. Если данный маршрут социально значимый, то есть это значит маршрут нерентабельный. То есть его доходы не покрывают его расходы. В этом случае мы субсидируем.